Здравствуйте! Вновь в эфире программа «Обо всём честно». И я её ведущая Ольга Харламова. А это значит, что пришло время задавать вопросы, искать на них ответы и разговаривать о том, что сейчас актуально и будет интересно многим. Это не пустые разговоры, не вычитаны или услышаны где-то слова. Мы сами попробуем разобраться во всём. Есть о чём рассказать. И давайте начнём. Дети – цветы жизни. Мы часто слышим эту фразу. Детям нужна любовь, уход, забота. От того, как мы воспитаем маленького человечка, зависит, каким он вырастет и каким он отправится в свободное плавание по жизни. Понимает эту, я думаю, в принципе, прописную истину каждой. Но, увы, часто слова и понимание – это одно, а дело – другое. Нередко получается так, что ребёнок сам себе предоставлен. Родители даже не в курсе, не знают, а иногда и не хотят знать, где он гуляет и чем занимается. А сейчас лето, самое пора быть на улице как можно больше. Но есть те, кому не до присмотра за своим ребёнком. Чем в этом случае могут помочь социальные службы? Нет за ребёнком должного присмотра. Результат – несчастные случаи. Конечно же, воспитанием маленького человечка должны заниматься родители. Увы, иногда это не происходит, либо происходит в недостаточной мере. Поэтому, конечно, семьям, которые находятся в трудном жизненном положении или в которых возникали ситуации, угрожающие жизни и здоровью детей, уделяется особое внимание. Ведь и подход к ним нужен особый. Найти его иногда бывает непросто. Для деток из таких семей на базе Центра социального обслуживания существует что-то вроде летнего лагеря дневного пребывания с 9 утра и до 2 часов дня. Он напоминает одновременно и школьный, и загородный лагерь, и даже детский сад. С детьми плотно работают психологи, педагоги. Всё это на бесплатной основе. Родителям нужно привезти ребёнка с утра и забрать после обеда. Правда, и это не все могут сделать. Из тех, кто проживает недалеко, как правило, приводят родители. Были случаи, когда приводят наши специалисты. То есть родители, не буду останавливаться, по каким причинам не могут этого сделать. В общем-то, забирали наши специалисты, приводили сюда, отводили. Мы объезжаем, формируем рейд, то есть по адресам. Ну, надо сказать, не по адресам, конечно. Родители выводят куда-то поближе, мы забираем с остановки, там ещё куда-то. Забираем из рук родителей или там бабушки или кого-то, в общем, родственников, те, которые несут за них ответственность, и отдаём точно так же в руки. Они потом их встречают, точно так же отдаём. Со всеми у нас там телефонный контакт постоянный, потому что тут мы перестраховываемся на предмет того, что мы должны детей, приняв и неся за них ответственность, в общем-то, без проблем их вернуть обратно в семью. Вообще, надо сказать, что досуг для ребят организовывается нескучно. Они общаются, рисуют, посещают экскурсии. Ну, а самое главное, это, пожалуй, то, что в интересной для ребёнка форме проводятся воспитательные работы. Объясняют, как надо себя вести на воде, как во дворе и на улице, особенно с незнакомыми людьми, чего стоит опасаться. Есть в таком лагере и утренний медицинский осмотр. Если говорить о питании, предусмотрен обед. Но самое главное, что нас интересует сейчас, из чего мы начали собственный разговор, так это то, меняются ли дети в лучшую сторону, есть ли эффект от всего этого. Тем более, что тут собраны ребята разного возраста, от 5 до 16 лет. Вы знаете, а ещё у нас такая ситуация была. У нас ходит многодетная семья. Определённые проблемы были, то есть тоже родители ленились водить детей и так далее, и так далее. Вот те дети у нас находились под наблюдением достаточно долго. Определённое время спустя дети, вот эти трое детей, заставляли своих родителей пойти написать заявление на пребывание здесь. Их постоянно теребили, просили, спрашивали. То есть вот так вот. И действительно родители шли и писали заявление. Чтобы ребёнка взяли в такой лагерь, должны определить, что семья нуждается в помощи. Тогда уже составляется индивидуальная программа. В неё вписывают, какие именно услуги будут оказывать. И согласовывают их с родителями. Попросят также и справку о здоровье, такой же, как в обычный загородный лагерь. Ну и необходимо заявление родителей о том, что он хочет, чтобы его чадо здесь находилось. Один или два летних заезда. Один заезд – это 15 дней. Сами ребята, которые тут уже были, вполне довольны. А проведённое тестирование показало, что их агрессивность и тревожность значительно снизились. Насколько бы трудны они не были, дети – это и есть дети. Главное – суметь найти правильный подход. Жаль, что нет подобного лагеря для взрослых, чтобы перевоспитать их. Есть такая поговорка «старый, что малый». Возможно, звучит она несколько грубо. Но суть в том, что пожилым людям, как и детям, необходимо наше постоянное внимание, забота и опека. С этим не поспоришь, а ведь довольно часто они остаются одни, некому даже стакан воды подать. Причём иногда это происходит вовсе не из-за того, что их не любят или забыли. Детей мы отводим в детский сад, а пожилой человек остаётся один дома, родственники на работе. Ведь и деньги нужно зарабатывать. Не каждый может позволить себе нанять сиделку. Да и надо знать, как правильно ухаживать за маломобильным человеком. А дом престарелых, как страшно звучит. В интернете активно идут споры. Это плохо или хорошо? Где пожилому человеку лучше? Значит ли это, что его бросили? И какие там условия? Давайте разберёмся сами. Конечно, пожилые люди сами должны принимать решение, где ему лучше – в родном доме или же в доме для престарелых. Каждый случай индивидуален, и многое зависит от атмосферы в семье. Чтобы попасть в такое учреждение, пожилой человек должен подписать личное согласие. Бывает, когда такое решение он принимает, если не хочет находиться с сиделкой, но плохо передвигается и не может себя полноценно обслуживать, родные целыми днями на работе или живут в другом городе. Тут получается, что в доме для престарелых безопаснее. Есть присмотр и уход, и человек не лежит в одиночестве, общается с ровесниками. И родственники могут постоянно навещать. Но бывают и более печальные случаи. Близким человек не нужен, и единственный спутник – одиночество. Психологи говорят о том, что всё же в родном доме комфортнее. Но тут уж кто что выберет. Опять же, смотря какой дом престарелых, условия не одинаковы. Например, в Рязани с 1996 года существует геронтологический центр имени Мальшина. Его называют Мальшинской богодельней, потому что прямо в его стенах находится храм. Так какие там условия проживания? Медицина у нас достаточно сильная в учреждении. У нас здесь 2-3 терапевта. У нас здесь врач-невролог, врач-кардиолог, окулист, хирург. То есть полное наблюдение, круглосуточный медсестринский пост. То, что под боком всегда врачи – это плюс. Питание тут тоже неплохое. Есть телевизоры и в комнатах, и в холлах. А для любителей книг – библиотека. Возникает вопрос – а это всё бесплатно? Наши проживающие платят 75% от своей пенсии. То есть это в соответствии с законом, такое положение для поступления в дома-интернаты. И большая часть, конечно, финансируется государством. Вообще тяга к жизни у тех, кто здесь находится, большая. Средний возраст тут от 83 до 92 лет. Есть и люди старше. Ну а 70-летние тут считаются молодыми. И при этом о немощности и скоке тут не говорят. Считают с возрастом жизни, сколько не останавливается. Наоборот, она становится более интересной, больше свободного времени появляется. Тут даже образовывались семейные пары. Все люди здесь творческие, интересные. У нас живет бабуля, я тоже вас с ней познакомлю, которой 91 год уже. У нее много внуков, детей. То есть достаточно сложная была жизнь. И она у нас читает стихи. Сейчас шьет на машинке здесь. Здесь всем помогает, если кому-то какое-то что-то подшить, сделать. Ну и вот у нас случилось перед 9 мая. У нас был большой праздник здесь. У нас тоже 23 ветерана здесь живет. И она у нас готовила стихотворение прочитать на этом празднике. Но, к сожалению, состояние здоровья не ухудшилось перед праздником. И, честно говоря, мы тоже все очень за нее переживали, расстроились. И я пришла ее поддержать. Я сказала, ну кто же, кто же, Тенн Кирилланд, кто же нас будет стих читать? Ну как же мы без вас? Давайте-ка поправляйтесь побыстрее. Ну и что? Зинаида Кирилловна взяла себя в руки. И через два дня она уже была как огурчик на ногах потихонечку. И выступила у нас на 9 мая. Сейчас бегает, довольная жизнью. Говорит, ну что, мне еще? Говорит, я еще поживу. Знакомьтесь, а вот и Зинаида Кирилловна Козлова, ветеран Великой Отечественной войны. Несмотря на все жизненные невзгоды, преклонный возраст, 91 год, бодрый, энергичный, старается во всем помогать своим соседям, любит поздравлять с праздниками, читать стихи и сочинять частушки. Сюда ее привели жизненные обстоятельства, но она всем довольна. Тут ей нравится. Детей вырастила. Троих детей у меня 8 внуков. 14 правнуков. Вот так вот это. А здесь теперь у меня два сына здесь живут. У одного-то нету жил площади. А у старшего умерла первая жена. Я ему двоих детей тоже воспитывала, когда уже своих подняла. У его жена кореянка, она не хочет, чтобы я жила. Год 8 месяцев я пожила, и она сказала, убери, мать, и все. Ну и пришлось мне уходить от них. Ой, жить хорошо нам, очень хорошо. На улицу все ходят. Питание очень хорошее. У нас же старикам что надо. Очень хорошо. Мы очень довольны. Нормально, нормально все. А как мы дома жили, если снохея не нужно было? И сыну тяжело. Вообще, конечно, хочется, чтобы ухаживали за стариками дети и в собственном доме. Но если они этого не делают, ну что тут сказать. Хочется, чтобы и старость была в радость. Несмотря ни на какие проблемы, воли и обиды. Вот такие строчки придумала нам Зинаида Кирилловна. Нужно веселиться, песни петь и танцевать. А болезням не сдаваться. Им назло не унывать. Так что возраст по паспорту – это не так важно, если оставаться молодыми в душе. Много куролесила. За 90 прожила, я даже не заметила. Так что получается самый главный рецепт молодости и долголетия – никогда не унывать и не опускать руки, и уметь радоваться жизни. Главное, ребята, сердцем не стареть. Давайте на этой позитивной ноте сегодня и попрощаемся с вами, но ненадолго. Скоро обязательно увидимся и продолжим говорить об интересном, полезном, актуальном. С вами была программа «Обо всем честно» и я, ее ведущая, Ольга Харламова. До встречи.